Всем привет! Вы на канале SouthZone. Мы в Краснодаре. Такой необычный видеоролик, не как всегда. Я нахожусь в Toyota Chaser. 90-й кузов, не знаю какой год. Скорее всего, эта машина была дизельная. И мне ее притащили уже с туда установленным Turbo GM. Я даже не знаю, какой GM еще не смотрел. Что-то уже работает. Но все вот так. У нас на улице снег. Это редкость для нас. Есть у меня книжка. Есть электровентилятор от Volvo. И все это дело теперь нужно собрать воедино. В общем, это такое небольшое домашнее задание для меня. Машина наших партнеров, у которых мы покупаем контрактные коробки. Иногда бывают моторы. В общем, взаимодействуем, так скажем, с этими ребятами. Поэтому не смог отказать. Буду делать, так скажем, свап по электрике. Сейчас будем пытаться отмести машину и загнать в гараж. Я уже подразобрался немного. Здесь вот разобрал. Кое-что выписал. Посмотрел по схемам. Проводки. И самое главное, что я разобрал салон. Салон разобрал в дым. Вот она моя книга, по которой я иду. Пины. Щипцы. И сейчас я занимаюсь непосредственно закладкой проводов. Тех, которых не хватает в дизельной проводке. Сейчас будем более подробно врываться по электрике. Чтобы сделать по-нормальному, я решил разобрать. Разобрать крыло. Чтобы докинуть сюда провод на стартер. Сейчас потом упакую это все дело. Разобрал вот этот монтажный блок. И все. Здесь, по сути, кроме реле стартера, мне больше ничего не нужно. Здесь было свое реле стартера. И от него провод в дизельной версии выходит туда. И можно им воспользоваться. И точно так же вот этот розовый провод. Это компрессор кондиционера. Это при переходе с дизеля на турбо. Ну, компрессор я оставляю. А стартер я завел туда. Здесь, значит, вот эти вот разъемы. Фишки у меня были. Вот эту фишку я перепиновал. И вот сюда допиновал. Какие-то провода пробросил дополнительным жгутиком вот тут. А именно, провод AM2. Это зажигание, форсунки и катушки. И, по-моему, все. Остальные я положил просто на всякий случай на запас. Теперь вот этот разъем из 1GZ-GTE, GTTE, как он там, Twin Turbo. Это чисто трекшн. Он у нас остается свободным. Вот здесь у нас Sol+, Sol-, Гидровинд. Потом на блок трекшна соленоид 1, соленоид 2. И еще вот этот провод, по-моему, тоже шел в блок управления электровентилятором. Дроссельная заслонка. Это у нас будет просто висеть. Так, далее. По той стороне, для того, чтобы все правильно сделать, я разобрал там тоже практически все. Сейчас я докладываю провода. Это фишка с ЭБУ. Здесь вот у меня СТП в дизельной версии. Его нет, это стоп-сигнал. Он у нас вот здесь. Здесь у нас ЕЛС. Это ЦЦО. Это перегрев катализатора. Это ЕГВ. Индикация перегрева катализатора. Потом СНОУ. Включение и индикация. Режим ПАВЕР. И вот этот желтый Овердрайв ОД2. Вот. Селектор здесь уже стоит. По нему я практически разобрался. Сейчас моя задача, вот эти провода, запиновать вот в этот разъем. Этот разъем соединяется с торпедой. И в этом разъеме лежит как раз таки ПАВЕР, СНОУ, индикации и все, что идет на щиток приборов. В ответной части этого разъема японцы заложили эти провода, поэтому их не хватает только вот в этой. Сейчас я вот эту всю косичку допиную сюда и попробую сегодня набросить торпеду. Так, сейчас вспомнил, что со щитка в этот разъем еще идут два провода. Двойка и Элька, которые должны быть вставлены вот в этом разъеме. Они идут от щитка. На торпеде это вот этот разъем. Здесь у нас ПРНД, два АЭЛ, ну, вот эти два провода, черный с белой полосой и белый, это датчик блокировки муфты компрессора кондиционера. Тахометр здесь, масло, температура, в общем, спидометр здесь. Вот, и отсюда эти провода идут на щиток, а со щитка они идут вот в этот разъем на блок управления двигателем. Сейчас я их туда доложу. Еще в багажнике валяется грейди, груди. Такая вот штука. Вот так обжимается пин и вставляется в разъем. Все, вот это я пропаял, таких пинов у меня нет, поэтому я их хвостики нашел в своих запасах. Затупил, тормоз СТП отрезал, чуть не присобачил его в этот разъем, хотя тормоз, как мне кажется, скорее всего, вот здесь. Не видно. Вот коробка, где делятся провода, и вот они, тормозные провода, скорее всего. Нужно будет дотянуть до сюда, вставить, и будет все по заводу. Так, ну все, упаковал. Сюда вывел вот этот запас. Это у меня по цветам. И один провод ТЕЙЛ. ТЕЙЛ. Вот, я решил, что это будет ЕЛС. Я его посажу на ТЕЙЛ, потому что это габариты. А, допустим, если его садить на ФОГ, это заднее стекло, подогрев заднего стекла. Ну, как правило, человек, вышедший из дома, прогревающий машины, включивший обогрев зеркал, использует обогрев заднего стекла. Использует его только в том случае, когда двигатель на прогревочных оборотах, он не увидит этой нагрузки. А вот именно на габаритах он ее увидит. Поэтому сделаю так. Все равно это свап, все равно здесь я решаю, как что будет. Вот, ну, хочу максимально по заводскому. Все, здесь закрыл, здесь, естественно, проработаю. Это сигналка с автозапуском. Тут у меня выходит управление электробензонасосом. Здесь есть блок управления электробензонасосом. Пин ДЛ и пин ФПЦ. Вот они у меня два. И это у меня СТП, идущий непосредственно на сигналку с автозапуском, чтобы снималась с запуска. Все, продолжаю собирать. Сейчас поставлю усилитель и накину торпеду, и буду пытаться заводить сегодня эту машину. Прикол в том, что когда уже стоит усилитель и стоит вот этот дефлектор, то все, до той проводки уже не добраться. Поэтому сначала все заложил, и теперь будем собирать потихонечку. Сейчас, что дальше? Дальше нужно вкинуть торпеду и посмотреть, что будет из всего этого. Так, ну, торпеда на месте, щиток на коленях. Значит, первый пин. X-House Gas Warning. Это у нас желто-черный. Это у нас EGV, то есть перегрев катализатора. Дальше. Сейчас будем подключать все, что у нас есть здесь, и все, что у нас есть вообще, в принципе. Power, Snow, все дела. Все, сейчас я запиную, включу зажигание и посмотрим. What I do? Опять косяк. Вот этот пин красный, это те, которые в Тойоте. А вот этот вот пин другой, желто-черный, вот он. Это те, которые и я запаял. Это тоже Тойота, но, видимо, более современные. Они отличаются, и они у меня не лезут. Буду перепаивать, потому что, ну, никак вообще не суется. Попытаюсь переобжать, они отваливаются. Сейчас буду делать. Так, ну, разобрался. Пинов осталось три штуки. Сюда, значит, допиновал. Вот это L-ка, зелено-желтый. Желтый с зеленой полосой. Вот этот зеленый с черной. Это EGV. Фиолетовый с белой полосой. Вот он. Это Snow включение. И вот этот вот провод синий, голубой с белой полосой. Это Power. Вот он. Ну и, короче, тут еще есть провода. Сейчас допиную, и будем включать зажигание. Короче, окази эти провода. Каким-то чертом перемотаны из ленты. И они плохо контачат, прозваниваешь, шевелишь. Что звенит, то не звенит. Все перепаиваю. Так, ну, что-то подсобрал. Парковка загорелась, но при этом щиток не горит. Он запускается, работает, но ни масла, ничего. Где-то зажигания нет, сейчас разберемся. Так. Значит, вот это я подключаю сюда. Это у нас временный топливный насос. Но работает жестко. А если питание с насоса убрать, выравнивается и работает хорошо. Здесь есть блок управления насосом. По шиму работает. И мы будем ждать его. На него провода выведены. Вот они, два управления этим блоком. Но при этом у нас пока его нет. Ну все. Ты что, овердрайв загорается. Сейчас я его подам на блок и все будет огонь. Так, ну все, там закончил. Сейчас надо разобрать вот это вот говно. Это сигнализация, сопли. Все как обычно. Так, ну что, я продолжаю. Сегодня собрал здесь. Здесь я закончил, собрал крыло. Собрал все, кроме сейчас бампер прищелкнул. Вот здесь, значит, выставил, вывел точнее сюда провод. Этот провод пойдет на электровентилятор кондиционера, потому что мы с владельцем решили, что вискомуфта останется. Он купит диффузор. Дело в том, что электровентилятором от Ворлева на этом моторе управлять абсолютно нечем. Вот, и решили, что будет вискомуфта. Радиатор конченый, термал, трубчатый. Никогда такие себе не покупайте. Не знаю, зачем Иван такое купил. Вот, сейчас закончу здесь и дособираю салон. Хочу сегодня закончить с этим автомобилем, чтобы эта машина уехала. Потому что занимает очень много места в гараже, а у нас идут моторы. И приходится работать абы как. Так, ну, вроде бы все. Здесь, значит, по сигналке она готова. Это уже никуда не денешь. Тут сам хозяин разберется. Здесь вот блок. А фишки нет. Поэтому фишка будет никакая. То есть пины сейчас залью термоклеем на время. Хозяин сказал, что найдет. На насос сделал преддвадцатку. Жирнючий. Не знаю, откуда он у нас такой. Вот с такими проводами. То есть сечение реально два с половиной. Вот. И, в принципе, все. Здесь я все собрал. То есть сейчас у меня задача накинуть клемму и запустить, посмотреть, как он будет работать. Все, клемму кинул. Сейчас пойдем заводить. Вроде троить перестал, но все равно что-то не то. Что-то не то. А что не то, не знаю. И диагностика здесь очень скудная. И как к ней подключиться, тоже непонятно. Начинаются проблемы. Честно сказать, что-то я даже не могу понять, где я ошибился. И ошибился ли я вообще. Потому что зеленый у меня ДЛ. Вот он. А желтый это ФПЦ. И там они у меня точно так же. Буду сейчас искать, почему так жестко работает мотор. Так, ну. Мне кажется, что методом научного тыка я выяснил, что если включить кондиционер, и он поднимает обороты. Вот я выключил. Он положил. И вот я включаю. То он, увидев электрическую нагрузку в любом ее формате, он начинает управлять электробензонасосом. И вот сейчас мотор работает так, как должен. При том, что пин, который у меня был ЕЛС, я сейчас подключил к габаритам. И если мотор заглушить... Запуск. Подключил на свою голову. Если мотор заглушить и запустить, он работает жестко. Там жестко. Включаю габариты, даю нагрузку. Все, он пошел выравниваться. Значит, этот пин ЕЛС я сейчас посажу на плюс при включенном зажигании. И пускай он думает, что электрическая нагрузка есть всегда, да и все. Вот. Все. Выравнивался. Подключено. Сейчас соберу и выгоню из гаража. Вот хочу показать, почему перестал любить сильно старые машины. Потому что все... Все вот так вот. Все. Блин, ну это уже старо, как мир. Это уже все. Вот так вот. Такими кусками. А под ним антифриз. Все, что можно. И что нельзя. Тоже под ним. Вот так вот. Поэтому не люблю наигрался в эту некрофилию. Причем это реально некрофилия. То есть все, что могло быть убито, оно уже убито. А что еще не убили, обязательно убьют попозже. Когда он повалит, это все убьют. Так, есть у нас еще одна проблема. Это заслонка. Сейчас скажу, как называется. Заслонка направления воздуха. Заслонка смешивания воздушных потоков работает. А направление воздуха, это верх, низ, там не работает. Она находится вот здесь. Вот, провода я прозвонил. Но при этом мотор стоит. Предыдущий мотор я разобрал. Там всему смерть пришла. Сейчас разберу этот. Так, разобрал. Этот, кстати, визуально целый. Вполне возможно, что здесь вот эти вот контакты в крышке. Сейчас я попробую здесь все проверить. И как-то его собрать. Может, он заработает. Так, не знаю, видно вам или нет. Скорее всего, видно. Вот здесь, где я касаюсь, видно, что пайка лопнула. Вот здесь, у основания, вот с этой стороны хорошо видно трещину. Все, в принципе, больше проверять нечего. Я все проверил. Мотор крутится при подаче на него питания. И осталось проверить только вот этот вот пинт с трещиной. Вот он, его прям видно. Сейчас пропаяю, посмотрим, оживет или нет. То есть, это тот мотор, именно. Предыдущий был, это другой. Как раз там тепло-холод. А это у нас направление. Вверх, низ, ноги. Мне хотя бы выяснить, если это реально он, то я просто скажу, меняйте. Не факт, что я сейчас его смогу собрать, потому что там здесь дорожки бегают. Плюс у него еще, как на дворниках, на шлицах сидит вал. То есть, регулировать я это не хочу. Мне главное, чтобы я выяснил, в чем причина. А дальше, если что, поменяют. Ребята, там нормальные. По моторчику ситуация. Вот это вторая косичка печки. И если я подключаю его вот к этому разъему, это разъем смешивания холодного, горячего, то он работает. Если я подключаю вот к этому разъему, то он не работает. Провода все прозвонил до блока климата. Соответственно, вопросы только к нему. Ну, его разобрал, внутри выглядит он как новый. И при этом моторчик дергается, пытается работать, но не работает. Значит, следующим этапом будет замена этого блока. Так, ну все, наше увлекательное путешествие подходит к концу. Я сделал здесь такой разъем. Это провода, идущие на сигнализацию. Здесь у нас два поворота. Потом вход контроля работы двигателя. И концевик дверей. Это нужно для того, чтобы владелец смог потом поменять торпеду. Потому что торпеда здесь вздыбилась, и она будет меняться. Чтоб выщелкнул, поменял, и потом все фишки по местам щелкнул. В общем, все по заводу максимально. Так, ну, пожалуй, все. Последний шаг, это залить термоклеем вот этот вот разъем, чтобы потом можно было снять. Дальше собирать ничего смысла нет, потому что будут менять торпеду из-за вот этого вздыбленного участка. Я все сделал. Моя задача сейчас залить, закрепить и выгнать машину из гаража. Потому что, потому что все. Здесь доделают ребята сами. То есть такой бюджетный, так скажем, дружеский акт. Тут сам маску прикрутит. Тут свои провода силовые. Плюс я обжал. Это там на разборке найдет у него их там тьма. Сам соберет. В общем, моя задача выполнена. Все основные моменты проработаны, поэтому все. Теперь на этом космолете с убитой подвеской мы отправляемся в наше непредсказуемое воздушное плавание на дизельной паре. Как это едет? Сейчас я вам покажу. Нам нужна взлетно-посадочная. Ну и поехали. Какое-то говно, короче. Как обычно, на старых турбомарках обязательно какое-нибудь да дерьмо. В данном случае выскакивает ошибка номер 34. Это проблемы с турбонаддувом. Оно и видно. Как на Ишаке. Все, вырубай. Ну все, домашнее задание выполнил. Машина работает. Как тебе турбоджейпа? Говно. Нормальный мотор, ты че? Все, всем пока. До скорых встреч. Продолжение следует... Продолжение следует...